Россия-Китай. История и культура. Кейс-чемпионат по предпринимательству. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Газизянова. В Баку из 10 по 11 ноября проходит выставка российских университетов. В ней принимают участие 15 ведущих вузов России, в том числе Казанский федеральный университет. КФУ на выставке представляет специалист по учебно-методической работе научно-образовательного отдела Института международных отношений Евгения Онищенко, а также ведущий специалист Центра по работе с одаренными школьниками Департамента образования Альбина Хуснудинова. Крепкие отношения Китайской народной республики и Республики Татарстан продолжаются уже не одну сотню лет. Связь двух республик не только торговая, но и культурно-образовательная. Еще в начале 19 века в стенах КФУ была создана первая в России кафедра китайской словесности. О том, как происходит укрепление сотрудничества на сегодняшний день, узнаете далее. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие конференции «Россия и Китай в меняющемся мире». Открытием торжественной части стали приветственные слова генерального консула Китайской народной республики в городе Казань, Сянбо, и проректора по внешним связям Казанского федерального университета, Тимирхана Алишева. Сила дружбы между народами Китая и Россия постоянно укрепляется и расширяется. И мы глубоко ощущаем сильное желание и видим практическое честь российских друзей по развитию китайско-российского сотрудничества и содействию дружбы между нашими двумя странами. Уже общее количество студентов россиян, которые изучают китайский язык, приближается к тысяче. И на сегодняшний день более полутора тысяч студентов на десяти профилях подготовки в Казанском университете также изучают китайский язык. И он стал одним из центров притяжения для китайских и российских студентов, для которых созданы комфортные условия для обучения. Кроме того, в зале попечительского совета Казанского университета состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и открытии регионального отделения общества российско-китайской дружбы в Республике Татарстан. Это первое общество дружбы с народами зарубежных стран, которое работает в Москве с октября 1975 года. С момента создания общества ни на один день не прекращалось своей деятельности и внесло важный вклад в восстановление и развитие российско-китайских отношений. Особую радость нам всем в Москве доставляет то, что здесь, в Республике Татарстан, создается региональное отделение общества. На форуме представители науки России, Китая и других стран смогли не только обменяться мнениями по проблемам сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики, но и объединить усилия становления и укрепления международных связей в области науки и образования. Для меня большая честь открывать своим небольшим докладом нынешнее заседание. Называться оно будет «Борьба с эпидемиями в Китае в историческом прошлом». Китайская медицина, вызывающая повышенный интерес в современном российском обществе, является значительной, уважаемой и весьма специфической частью многовековой китайской цивилизации. Обсудить волнующие для себя вопросы участники форума смогли и в шоуруме Казанского федерального университета. Именно там была организована экспертная площадка «Россия-Китай. Сотрудничество и развитие в условиях нестабильности». Спикеры обсудили углубление сотрудничества стран в различных областях. Третий международный форум «Россия и Китай в меняющемся мире» продлится до 12 ноября. Напомним, что в этом году мероприятие посвящено таким знаковым событиям, как 65-летие Общества российско-китайской дружбы и 15-летие со дня открытия Института Конфуция в Казанском федеральном университете. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет знает, как помочь будущим студентам прокачать навыки в сфере экономики. Региональный кейс-чемпионат дает школьникам возможность создать свой проект, который в будущем станет хорошим подспорьем для создания своих бизнес-проектов. Обо всем подробнее расскажет наша съемочная группа. 11 ноября в здании Института управления экономики и финансов прошла очная защита проектных работ участников регионального кейс-чемпионата по экономике и предпринимательству в Республике Татарстан. Конкурс проводится в партнерстве с публично-акционерным обществом КАМАЗ, мэрией города Казани и Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики. Партнеры у нас выступают в качестве жюри, а также помогают нам в организации регионального кейс-чемпионата. Команды защищают свои проекты. Проекты они выполняли по кейсам и по пичам. У нас есть два направления. Направление бизнес-направление и кейс-направление. Чемпионат включал в себя несколько этапов. Вначале перед участниками встала задача создать команду, после чего началась разработка проектов. Далее ребятам нужно было решить ряд задач, которые поставили перед ними члены жюри. На момент защиты проектов команды должны были предоставить комиссии решения задач, а также свои разработки. Так, например, команда B2B подготовила проект, направленный на молодежь в Самарской области. Сохранение молодежи в регионе, в Самарской области, путем создания молодежного пространства, который занимается профориентацией и развивает в основном софт-скиллы, готовит специалистов будущего. 12 ноября состоится торжественное награждение победителей в мэрии города Казани, где победители получат памятные подарки и возможность пройти в финал чемпионата, который будет проходить в Москве. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. В Казанском федеральном университете прошел всероссийский экологический диктант. Казань впервые стала центральной площадкой для проведения данного проекта. Подробности далее. 11 ноября в стенах главного здания Казанского федерального университета состоялся ежегодный всероссийский экологический диктант. Он направлен на популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности. Перед началом основного действия написания диктанта перед неравнодушными гражданами выступили гости мероприятий с торжественной приветственной речью. Мы хотим, чтобы выгодны своими знаниями, принести семьи, принести своих друзьям, принести своим соседям какие-то новые годовые привычки, потому что только объединившись, мы можем спереди первые вместе. Конечно же, очень важно, что предприятие Республики Казанского, предприятие Российской Федерации поддерживает уже много лет. Это диктант уже четвертый год подряд. Проверить свои знания могли жители всех субъектов Российской Федерации. В этом году экодиктант прошел в онлайн-формате, а также на офлайн-площадках. Экодиктант прошел в формате тестирования, которое включало в себя 25 вопросов. Задания были дифференцированы по четырем категориям сложности. Дети младше 12 лет, подростки от 12 до 18 лет, взрослые без профильного образования или опыта в экологической сфере и взрослые с профильным образованием или опытом в экологической сфере. Всего на выполнение задания было отведено 45 минут. Во время тестирования рассматривались самые разные вопросы, в том числе по энерго- и ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности, формированию экологических привычек и другие, связанные с экологией. Я бы хотел еще отметить, и сегодня об этом уже говорил, о том, три единую задачи, которые решает диктант. Во-первых, это прививать экологическую культуру, экологическую культуру как лично для каждого человека, экологическую культуру корпоративную, о чем сегодня тоже говорили. Это второе, безусловно, пропаганда научных экологических знаний. И третье, это стимулирование или вовлеченность людей в экологическую повестку. Напомним, что в Казани впервые прошел всероссийский экодиктант, и его основной площадкой стал один из старейших вузов России – Казанский федеральный университет. Отметим, что впервые диктант прошел в 2019 году в общеобразовательных школах. Тогда более 80 тысяч человек из 45 регионов России стали участниками акции. В 2020 году число участников достигло почти 3 миллионов человек, а география расширилась до 85 регионов. В 2021 году в диктанте приняли участие более 3 миллионов человек из 105 стран. И по результатам 2021 года Республика Татарстан – лидер по количеству победителей первой степени экологического диктанта. Именно поэтому Казань в этом году стала главной площадкой для торжества на церемонии открытия экологического диктанта. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универниус. Конкурс на звание лучшего научного кружка Казанского федерального университета завершился. Награждение победителей состоялось в императорском зале. Репортаж Маргариты Михайловой. Научные кружки Казанского федерального университета – одно из самых активных направлений внеучебной деятельности студентов. Ежегодный конкурс на звание лучшего объединения проходил на протяжении двух последних месяцев. 20 октября команда презентовала деятельность своих кружков. Затем почти три недели шла подготовка к завершающей торжественной церемонии. И, наконец, в стенах императорского зала награды нашла своих героев. Основные цели проведения конкурса – выявление лучших студенческих кружков университета, а также повышение эффективности и качества научно-исследовательской работы в рамках молодежной науки. Я просто видел, как работают кружки, например, в Институте фундаментальной институтной биологии. Там они собираются, я смотрю, какие они там дискуссии, они там тренируются, там кого-то перевязывают, кого-то перетаскивают. Это такой процесс творческий, они ничего не видят. Там, предположим, во дворе они, например, работают, проезжают машины, им сигналят, они даже не слышат. То есть они настолько увлечены вот своей идеей. И, с моей точки зрения, вот подобное общение, оно обогащает, во-первых, этих ребят, которые приходят, вот новички, молодые ребята и так далее. Ну и в целом полезно для развития студенческой науки в стенах своего родного университета. У нас победители и номинанты имеют денежные призы, вот, а также денежные призы имеют у нас научные руководители этих кружков. Наградил победителей конкурса первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Лидирующие позиции в рейтинге научных кружков заняли археологический кружок-артефакт Елабужского института КФУ, а также Центр подготовки к Олимпиадам по программированию Института вычислительной математики и информационных технологий. Я считаю, что ребята большие молодцы, они отлично подработали и достойны этой победы. Помимо этого были награждены и победители номинации за оригинальность идеи, лучший старт, лучшее междисциплинарное исследование, социально значимую работу, лучшее перспективное исследование, а также за активную работу со школьниками. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюс. С 8 по 16 ноября 2022 года Департамент по молодежной политике организует и проводит студенческий марафон «Россия моя необъятная» среди обучающихся первого курса КФУ. Марафон направлен на раскрытие патриотического потенциала студенческой молодежи, а также на повышение уровней знаний обучающихся об отечественной истории, о национальностях, этносах, культурных особенностях российского общества. В КСК КФУ «Уникс» уже состоялся этногеографический диктант и жеребьевка для творческой видеопрезентации региона России. Помимо этого, среди команд был проведен турнир «Что, где, когда». На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»